Женщина должна всегда смотреть на мужчину, показывать ему, что он самый сильный, самый главный, с ним соглашаться, с его мнением. Вы скажете, а как тогда жить, если он скажет, мы экономим? Что надо? Да, мой хороший. Будете экономить дальше? Нет? Почему? Буду пытаться, да, пытаться. Вы будете экономить? Пытаться. Но экономить будете? Нет. Потому что вы женщина. Женщина не родилась, чтобы экономить. Это у нее природа. Она может для детей экономить, пожалуйста. Мои хорошие, надо сказать, да, самое хорошее. Почему? Потому что у мужчины есть два внутренних состояния. И всегда только одно включается из двух. Запомните, это женщина. Первое внутреннее, это божественные вещи. Первое внутреннее состояние у мужчин называется щедрость. А второе, скупость. То если мужчина на вас денег не хочет тратить, если он все время вас зажимает во всем, ничего вам не позволяет, даже не дает вам улыбаться в жизни, не хочет, чтобы вы были красивы, счастливы, знаете, в чем причина? Вы с ним не соглашаетесь. Вот только это причина и все. Больше нет причины. А если вы с ним соглашаетесь, то что дальше будет тогда? Он постепенно, не сразу, он сначала не поверит в это, постепенно он перейдет в зону щедрости. А зона щедрости, это значит, что... В смысле? Да, да, да. Женщина щедрая по природе или нет? А? Нет. Вы щедрая? Да? Давайте разберемся с этим. Вот лежат две пачки, одинаковые пачки денег, 10 тысяч рублей, которые вы заработали. Это другое. Это другое. Как это другое, моя хорошая? И который муж заработал. Какие деньги легче? Мужа можно тратить на всех. Ваши. Нет? Вы щедрая? А? Нет, получается. Вот это честно, да. То есть, женщины по природе не щедрые. Они легко могут служить, заботиться. То есть, у них щедрость идет в сторону заботы, но не в сторону благосостояния, денег, средств каких-то. А? Нет? Нет? Нет?